Синтея Лю молодая американская писательница, автор множества детских и подростковых книг. Она много работает с компанией Disney, пишет детские книги по мотивам знаменитых мультфильмов. Кроме того, Синтея часто выступает в школах и на литературных конференциях, а ее книги часто получают национальные литературные премии. История девочки Мэй, которая превращается в красную панду, покорила сердца юных читателей по всему миру. Своими впечатлениями о книге «Я краснею» с нами поделилась Арина Николаева. Самая главная героиня в этой книге – девочка Мэй. Она из-за сильных эмоций превращается в красную панду. У нее были лучшие подруги Мириам, Прия и Эбби и родители. Мэй и ее подруги, они хотели сходить на концерт, который называется «Фоттау», но родители им не давали денег. И они решили зарабатывать так, что Мэй будет превращаться в красную панду, а детям это нравится, и они дают за это деньги. Также они делали брелки и футболки. До концерта оставалось меньше недели, а им не хватало 100 долларов. И у Мэй был заклятый враг Тайлер. Он предложил Мэй пойти к нему на день рождения, поскольку если она там превратится в красную панду, то всем она понравится и многие ребята захотят прийти. Она согласилась прийти туда. Но так, что Тайлер ей даст 200 долларов. Она туда пришла и услышала по радио то, что концерт будет 25-го числа. А 25-го числа будет ритуал то, что мы красную панду будут отделять от Мэй. Вот. Еще хочу обратить внимание то, что мама Мэй всегда хотела, чтобы она была такой, как она хотела. А сама моя хотела, чтобы она была такой, какая она есть. Вот. А какой мама хотела видеть Мэй? Что она ей хотела? Ну, чтобы она была отличницей, всегда ее слушалась, не выпускала красную панду. А Мэй, она была девчонкой классной, но она училась хорошо, на пятерке, но потом ей стало поднадоедать, быть такой. Мне понравилось, когда Мэй первый раз превратилась в красную панду. А почему тебе именно эту панду? Потому что она зашла в ванну и так испугалась, она там все снесла и была в испуге. Мэй на протяжении всей книги решала, оставит она себе панду или нет. А какой выбор она сделает, вы узнаете в конце, когда прочитаете книгу. Эту книгу стоит прочитать тем, кто очень, ну, им надоедает быть хорошими, и они хотят, как бы, выплеснуть из себя все то, что было. И для тех, кто думает быть им собой или подстраиваться под кого-то. Она зевнула и встала перед раковиной. И тут в зеркале перед собой Мэй увидела гигантскую пушистую красную фигуру. Огромное пушистое существо наклонилось, чтобы посмотреть на себя поближе. Его большие карьи глаза расширились. Мэй уставилась в зеркало. Почему ее отражение выглядит, как гигантская красная панда? Автор Люсин Тея рекомендую. Любая яркая эмоция выпускает панду. Эбби, ударь меня! Ты представляешь, как это опасно? Ты там взбесишься, и твоя панда все разнесет. Всю жизнь я старалась быть прилижной Мэй-Мэй. Но я новая нравлюсь тебе больше. Твоя девочка! Стоп! Субтитры сделал DimaTorzok